Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Анидзука и я продолжаю для вас записывать наиболее интересные создания, интересные игры или уровни, созданные игроками, пользователями игры Dreams на PS4. И сегодня у нас очередь дошла до Evil Dead, зловещие мертвецы, ребят, культовый фильм, уже там сколько их было, три части было фильма, потом был ремейк, потом был сериал, и вроде как Эш должен быть по слухам одним из гостевых персонажей Mortal Kombat 11. В общем, смотрите, начинается эта тема, это не совсем игра, это скорее аттракцион или музей зловещих мертвецов, графика такая напоминает PlayStation 2, там было две игры, насколько я помню, по зловещим мертвецам, еще одна игра была на первой Соньке, по-моему, в России она была довольно популярна. Итак, значит, можно тут вот, типа, резать пилой, можно стрелять, и бум-стик, вот, и, в общем, давайте заходим в эту кабину, ребят, сейчас увидите, почему мне эта версия понравилась, несмотря на вот такого вот неряшливого Эша, хотя видно, что это он, ну, то есть он такой, как будто из пластилинчика слепленный, давайте заходим в эту кабинку. Знаменитый вот этот пролет камеры, да, вот этот вид от первого лица, чем запомнился первый, первый зловещих мертвецов, фильм, вот это там появилась эта тема. Так, ну что, мы внутри кабины. Home, sweet home. Такая музычка играет. Креслице качается. Камин. Так, нажмите квадрат, чтобы проиграть пленку. Помните, там, да, они нашли эту пленку в фильме, там заклинание было, вот про эту книгу рассказывалось. Так, а что у нас здесь? Кроль сводить на полу. Что у нас тут? Видите, так, нас пытаются пугать, как в разных аттракционах. Усправедливо они. Так, тут у нас кухня. А это та самая рука, которую себе аж отрезал, да? В нее тоже зло вселилось. Реально, по вот этим движениям, по анимации напоминает, как будто вот ты, ну, такие есть там парки аттракционов, там всякие, да, комнат страха. Как будто ты туда пришел, и там всякие куклы тебя пугают. По тематике зловещие. Тут что-то в ванной, по-моему, чего-то не хватает, да? Может быть тут что-то. А может так и должно быть, не знаю, просто ванна. Кровь тут на раковине. Еще одна комнатка. Товарищ нас решил тоже тут напугать, а хоть и по как выехал. Ребята, вы вообще были когда-нибудь в комнатах страха, вот там по дому, где какие-то существа на вас выезжают? Я помню, была такая комнатка на УДНХ, по-моему, в Москве. В детстве там бывало, был прикольно. Но сейчас, наверное, все это покруче гораздо. Особенно где-то там в Америке, на всяких фестивалях там. На Ютубе, вам, блин, можно найти ролики по всяким фестивалям, типа, тылые там. И всякие там страшные-страшные там комнаты. А вот это я помню было во второй части фильма, когда этот труп вылез и начал танцевать. Это так забавно смотрелся, такая была кукольная анимация тоже. Как вы видите, этот труп нам ничего не сделал, там просто здесь вот, анимация задана. Так, ну и надо зайти еще сюда, да, в эту мастерскую, в сарайчик вот. Тот сам момент, где главный герой, Эш, приделывает себе вместо руки бензопилу. Такая вот пугалочка. Кстати, ребят, как вообще относитесь к фильмам? Смотрели ли вы последний ремейк или сериал последний про Эша? Мне, кстати, ремейк понравился, я в кинотеатрах смотрел в свое время. Такой довольно страшноватый был. Так, тут смотрите, у нас перчаточка Фредди Крюгера. То есть это, наверное, просто какая-то пасхалка. Может быть, автор решил потом сделать что-нибудь по Фредди Крюгеру? Если сделает, то будет интересно посмотреть. А-а-а! Да, это ужас. В общем, нас тут попугали, но на самом деле, эта хрень нам ничего сделать не может. Кстати, ну, на те времена, когда вышла первая зловещая Фредди Крюгера, а потом вторая, там были очень тушнотворные спецэффекты. Как сейчас, вот сложно сказать, то есть сейчас, возможно, все это будет смешно смотреться. Особенно это танцующее, вот это вот безголовое, там, кукольное существо. Ну, на то время это вроде как пугало очень нехило. Вот. Так, ну что. На этом, кстати, ребята, это дело, по-моему, заканчивается. Сейчас можно обратно зайти в особняк. Особняк. Дом. Хижина. Видите, даже вход. Ну, так сделано, что возвращаешься, и ты заходишь в кого-то с главного входа. А, нет. Так, а мы можем выйти туда. Туда, где машина была. Да, сюда вот можно вернуться. Ну, видите, точки возврата, как бы, вот, на начальные возвращают нас. Так, сделано. Возможно, можно, там, прикрутить так, чтобы прямо, откуда ты выходишь, там ты оказываешься. Вот. Но здесь это не обязательно. Вот. Такие дела, ребята. Это было вот такое вот творение. Дримс. По зловещим мертвецам. Если вам нравится такая тема, то обязательно ставьте большой палец вверх. Пишите ваше мнение в комментариях. Какие вещи вам бы еще интересно было увидеть, если я их найду. Вот, созданные в Дримс. На этом у меня все. С вами был Анидзука. Не забудьте нажать на одно из появляющихся сейчас видео на экране. Если вы его не смотрели, то она будет, скорее всего, вам интересна. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok